Кстати, я какой-то период был в качестве иммиграционного экспорта по свободе вероисповедания и по статусу беженца в судах американских. Где-то примерно я участвовал в минимум как 30 заседаний судебных по всей Америке. Сейчас я этого не делаю, но причины есть на этом. Откровенно говоря, некоторым мне приходилось говорить, слушай, я говорю, ну кому ты это говоришь? Если хочешь соврать, так ты спроси, как правильно соврать. Зачем? Один работал в тюрьме надзирателем, но якобы там он у них там баптист какой-то сидел. Этот баптист там стал себя резать, что-то там телесные повреждения. В общем, и он подумал, что если вот он будет в собрание ходить, ну там такой бред понес. Но я поэтому и вынужден ему сказать. Ну, значит, вопрос идет вот в чем. Религиозные преследования или политические преследования, там критерий один, ко всем подход одинаковый. По национальным признакам и прочее. Вот некоторые и так считают. Ну, не считают, но так и есть. Законодательства о культах нет. Уголовного кодекса, по которому преследовали верующих, нет. Значит, и причины искать политическое убежище или религиозное убежище нет. На самом деле это не так. И закон Соединенных Штатов это предусматривает. Это скрывают, это не афишируют. Иногда даже спрашивают, откуда ты это знаешь. Ну, кто обращается с этим? Вопрос в том, что существуют преследования в нескольких видах. Это уголовное, административное преследование и преследование на бытовом уровне. Многие этого не знают. Поэтому, если родственников нет, то ты попадаешь в претендент на сразу же убежище в первой категории. Вторая категория – это у кого есть родственники, кто относится к традиционной преследовании конфессии или к национальности. Или еще к традиционной преследованию. Значит, они преследовались 100 лет назад, 50 лет назад, 20 лет назад. Значит, и сейчас могут преследоваться. Но для них нужны родственники. А к беженцам первой категории относятся те, кто имеет реальные преследования, но у него нет родственников или он не относится к традиционно преследованию. Хотя это все взаимосвязано. Для этого нужно иметь доказательства. Первое, что нужно сделать, если тебя преследуют на бытовом уровне. Или же еще могут быть такие преследования. Тебя сегодня не убили, но могут избить или убить завтра. Потому что аналогичный случай произошел. Я живу в Воронеже, а это вот в Тамбовской области произошел. Да, пройдет, пройдет, в Кировской области. Вот там этот случай был. А я отношусь к этой категории. Ты можешь ссылаться на этот факт, что он был, и что у тебя есть угроза. На бытовом уровне, преследование, доказать или опровергнуть практически невозможно. Вот подошли мне и сказали, знаешь что, если ты не исчезнешь через неделю отсюда, то мы тебе дом подожгем. Или там еще что-то сделаем. Я не буду дождаться, пока мне дом сожгут. Я переехал в другое место. Мне там то же самое. За то, что я веду вот такой вот образ жизни. Я исповедую такую вот религию. А местным батюшкам мне это не нравится. Вот таким образом, но, это можно говорить, нужно обратиться в известную организацию, non-profit corporation. Получить у них подтверждение, что они подтвердят, что да, действительно, этот человек относится к этой категории лиц. Да, действительно, такие случаи у нас отмечены. Вот как у меня многие просили эту информацию, я писал для АНС вот эти подтверждения. Я смотрел, да, действительно, эти случаи бывают. Я подтверждаю, что да, с этой конфессией это бывает. Этот человек берет эту бумагу, приходит, описывает свою ситуацию, приходит в посольство и просит, чтобы ему дали анкету на оформление статуса беженца. Они обязаны дать эту анкету, и когда ты ее дополнил уже, тогда они уже смотрят, что реально, что нереально, и это уже решает АНС. Это не если ты не имеешь родственников. Если имеешь родственников, то тут гораздо уже попроще. Но самая железобетонная, можно сказать, возможность, это приехать здесь в Америку и попросить убивающих просто грамотно все это оформить. Потому что, почему я говорю, квоты на этих беженцев, которые подают здесь, нет. И вот эти первые категории, они идут в первую категорию, почему они называются? Потому что для них квоты тоже нет. То есть давайте немножко уточним. Вы говорите, что проще или гарантирование, если можно так сказать, гарантированно можно получить? Если правильно оформить, гарантированно. Можно приехать сюда? Да. Я забыл, какая форма у меня там в компьютере есть. Идешь сначала с тобой, если ты получишь правильную консультацию, то ты можешь получить без суда, до суда. Это процесс такой идет, я могу объяснить. Когда ты обращаешься, заполняешь анкеты, относишь к тебе. Дают, значит, через, по-моему, месяц, но это раньше была возможность получить соцсекьюрити, но не рабочий. Соцсекьюрити рабочий ты получаешь через, по-моему, но раньше было 6 месяцев, а потом, по-моему, сделали до года, до решения суда. И проходишь собеседование с работником АНС. Если все правильно сказал, то прямо он тебе на месте и там дает статус. Да, без всякого суда. Если ты у него не заработал, так сказать, доверие, то тебе приходит бумага, что если ты не согласен с решением, значит, то твое дело будет рассмотрено в суде. Что ты просто подтвердил, да, ты даешь. А, они обычно с такой формулировкой. Недостаточно материала для предоставления статуса от этой беседы. Предоставь дополнительную информацию, и твое дело автоматически будет передано в суд. Вот так. Потом тогда уже тебе нужны будут большие деньги на адвокатов. Адвокат, как правило, я тебе скажу, он не особо-то и стремится выиграть первые слушания. Зачем ему клиент этим? Он доведет тебя до апелляции. Вот. Так что... Какая-то есть разница между, в данное, в настоящее время, между получением политического убежища, ведь религиозное преследование – это политическое убежище, да? Ну да, оно все, в целом, это все одинаково. Выходцев из России, Украины, допустим, каких-то азиатских республик. Ну, конечно, проще всего. Ну, конечно, по республикам смотреть надо, где больше звучит. Другими словами, кому проще получить политическое убежище? Вот смотри, вот смотри, раньше я обзор по республикам, по каждой республике писал в год минимум, ну, два-три, но каждый год точно я делал обзор, что в каких республиках происходит, религиозная ситуация какая, где свобода, где скрытые преследования, где на бытовом уровне, где на уголовном, где там на административном. Всю эту информацию собирал. У меня были люди, которые собирали, помогали собирать информацию там, в Бывшем Союзе. И было очень легко. Ты запрашиваешь это, и это мои эти отчеты входили в отчет. Когда Госдеп делал отчет, вот мы входили туда. И судья что делает? Судья, очень просто, он запрашивает из Госдепа отчет по этой республике, смотрит, вот что ты говоришь, тут есть, нет, сходится, нет, если сходится, вот да, все, тут нормально. Если не сходится, вот давай документы, давай там фото, давай то, сего, а здесь нету этого. Понимаешь, в чем дело? И когда вот этот процесс шел, мне было очень легко в этом вопросе. Я сам эту информацию собирал, я его натаскивал, этого, кто будет проходить. Я ему говорил, тебе адвокат это никогда не скажет. Ему невыгодно тебе это говорить. А вот адвокат ему говорит, слушай, откуда ты это взял, откуда ты узнал? Это только мы знаем. Он говорит, да вот мне эксперт сказал, они мне говорят, вот у меня с Сиатова один, зачем ты им это говоришь? Не надо им это говорить, зачем ты, да? Это же деньги уплывают, но прям в открытую мне говорит. Я, говорит, специально его заваливал. Реально я тебе скажу, что легче всего получить это, конечно, со Средней Азии. Но, мало кто знает, здесь еще конъюнктура играет. Вот если с Россией конфликт, им выгодно, чтобы с Россией были беженцы. Либо с Украины. А? Либо с Украины. Либо с Украины. Им выгодно, да, чтобы показать, вот смотрите, у них беженцы, вот смотрите, вот от них люди бегут. Значит, там действительно что-то есть. А если им не выгодно, вот одно время с Украины было получить сансы в беженство весьма тяжело. Весьма тяжело. Вот, ну, они сами говорили, а что, говорит, у вас там на Украине, у вас там свобода вот больше, чем у нас. И все. Но сейчас ситуация несколько поменялась. Ну, проходимцев много едут. Очень много едут. В каком смысле? Ну, придумывают себе истории, там, ну, например, самый простой способ доказать. Вот договариваешься там с кем-то, а еще лучше, если договорился с ментами. Стоишь, значит, на перекрестке где-то там и там покаетесь, туда-сюда, вот, Путин, это антихрист. Раз, тебя менты повязали, а ты все снимаешь на камеру. Все, сто процентов. Это мне, кстати, евреи подсказали, как они делают. Один, там, кричит, жиды туда-сюда. Вот. Я тебе в Израиль, там, проклятые, там, государство развалили. Сидит там кто-нибудь, или там с плакатом стоит. Вот, бей жидов, спасай там Россию, туда-сюда, там, его фотографируют. Там идет посольство. О, все, дайте ему анкету преследования. Но это, как бы, самый такой простой путь, самый простой. Ну, некоторые едут, ну, откровенные мафиози, откровенные мафиози. Я сколько вот встречал, да даже с ним начинаешь так вот просто говорить, да, откровенно. Вот они, говорят, а что, говорит, я сейчас вот бизнес сюда перетащу, туда-сюда, у него, мне кажется, бизнес там есть, у гонимого, несчастного. Вот. А, у меня денег хватит адвокату заплатить. А у меня деньги есть. С одним, со Флоридой разговаривал. он жаловался мне, что вот уже там три раза суд проиграл, такие деньги выложил адвокату, самого, говорит, адвоката взял. А он, говорю, знал, что это бизнес? Ну, конечно, я ему сказал. Ну, и все, говорю, пока деньги не выкачают. я говорю, а сколько ты заплатил, 150 тысяч? Я говорю, ты чего, дурил, что ли? Ты чего, я говорю, за оформление анкеты, ну, стоит пять тысяч. Вот, за суд там будет стоить десять тысяч. За операцию они опять пять тысяч берут. Вот, я говорю, все, это вот, это вот, вверх цена. Он, он все, 150 тысяч уже взял, ну, еще, я говорю, давай ему деньги. Вот, я говорю, а я говорю, а зачем тебе суда, если с такими деньгами? Да нет, я хочу побезопаснее. У меня уже заработал, деньги есть, я хочу побезопаснее. У меня жена молодая, там у него жена лет на двадцать младше его. Вот, я сюда буду перебираться. Много молодец. Я говорю, меня адвоката, я говорю, ты чего, я говорю, сто пятьдесят тысяч заплатить. Клиента хорошего нашел. А они не отвечают за исход. Адвокат отвечает, что он тебе правильно оформил бумаги. Все. Он ему ничего не подскажет. Вот, когда читаешь, я говорю, а что это так составлено? А он мне сказал, что я только с твоих слов могу писать. Я говорю, а что он тебе не сказал? Такой же закон есть. Вот, когда ты приезжаешь, они вот так многих подлавливают, сейчас не знаю, раньше это было часто, они тебе сразу анкету заполняют, пишут, как ты сюда попал. по закону. По закону, если просишь статус беженца, то ты должен попросить его в первом государстве с демократическим устройством, как только сошел с аэропорта. Это закон. А он пишет, в Австрии был, во Франции был, где-то был раньше, там все это пишут. О, какой тебе статус беженца? А что ты там не попросил? Что ты тогда не преследовали? У тебя по документам в это время тебя преследовали. А как там очутился? Вот как, например, Котяков. Полмира объездил, приехал в статус беженца. Радчук, Славик, в советское время по заграницам ездил в статус беженца Цибурский. Еще в 70-х годах по заграницам разъезжал со всей семьей, приехал в статус беженца. Естественно, они это не говорили. Естественно, они это не писали. Но они это в Москве проходили, в убежище. Там в Москве тоже спрашивают. Говорят, нет, никогда не был, да вы что? Почему Госдеп относится двулично к этим беженцам, которые приезжают, в том числе и мафиозного такого состава, с деньгами, которые приезжают, с подозрительным капиталом? Они все-таки принимают этих, дает им статус? Принимают, но сейчас, конечно, уже поток уже сейчас съезжился. Принимать-то принимают, но квота она дается общая. Она не дается отдельно на евреев там квота, на 50-ников квота, на политических квот, нет, она всем дается общая. Евреи ее почти все добирают. Я понимаю, мой вопрос в том, почему Госдеп не ведет расследование, вот допустим, приезжают эти религиозные беженцы. Они тебе верят, ты же большими деньгами. Почему? И тут покупают дома. Они же этого не говорят. Ты когда приезжаешь, они тебе отправляют, сколько денег, тысячи долларов, все нормально, да. А если скажешь 50 тысяч, конечно, уже вопросов много будет. Они же не говорят это. Они деньги-то потом перевозят сюда совершенно другими каналами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА